МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В Бийске зараженные коронавирусом могут остаться без медицинского наблюдения. Врачи не хотят дежурить по ночам, праздникам и выходным. Почему и каково их требование? Кто они, врачи красных зон? Расскажем о графике их работы, лишениях и страхах. Профессиональный актер-кукольник, барнаульские артисты прошли курсы повышения мастерства. За последние сутки в Алтайском крае плюс 190 инфицированных коронавирусом. Семь человек умерло. С начала пандемии общее число заболевших приближается уже к 17 тысячам. Количество тяжело больных – 364 пациента. На аппарате ВЛ – 138. А тем временем в правительстве края обсуждается вопрос об организации мест для ковидных больных в торговых центрах и школах. Правда, в каких конкретно еще неизвестно. Дополнительно создадут почти тысячу мест, так как 90% существующего фонда уже занято. Другой вопрос, кто там будет работать. Врачи инфекционного отделения Бийской больницы отказываются выходить на дежурство ночью в выходные праздники. Медперсонал требует федеральных выплат, так как работают они с зараженными коронавирусом. Но поддержки люди не находят даже у своего руководства. Вы простите, конечно, но в туалет некогда сходить элементарно. Воды попить некогда просто. Мы обращались к руководству, чтобы нам хотя бы врачей-дежурантов дали нам. К нам по первости пришли терапевты, но и они не выдержали этой нагрузки. Они тоже просто собрались и пошли, сказали, мы не будем работать. Все. Но для четверых это просто нереальная нагрузка. Персонал инфекционного отделения Центральной городской больницы работает на пределе своих возможностей. Еще в марте, во время начала пандемии, отделение перепрофилировали под провизорный госпиталь. По сути, это то же самое, что и ковидный. Тот же режим, те же условия труда и та же работа с пациентами, у которых положительный тест на ковид-19. Однако федеральные доплаты сотрудникам бейской инфекционки почему-то не положены. Кто нами руководит-то? Я вообще возмущена вот этим вопросом. Соответственно, помощи никакой мы не видим. Работать в таких условиях мы отказываемся. Врачи, во всяком случае, я отвечаю сейчас за четыре врача, которые у нас всего четыре работают в инфекционном корпусе, на все три этажа, на прием, которые выматываются утром, выползают, круглосуточный прием, выматываются, выползают. На имя министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова уже направлено письмо, в котором сотрудники просят включить первый и второй этажи инфекционного отделения в перечень попадающих под действие 484-го постановления правительства. И только в этом случае персонал получит федеральные доплаты. В противном же случае, уже с середины этой недели врачи не будут дежурить по ночам, выходные и праздничные дни. Мы прекращаем свою работу как дежурные врачи. Мы будем утром приходить на работу, смотреть больных, дежурить мы не будем. Никакого желания у других со стороны прийти поработать нет. Руководство молчит наше, министерство молчит. Поэтому и возникла такая вот необходимость привлечь внимание, потому что людей жалко. Вот то, что сейчас происходит у нас в городе, в Алтайском крае, просто жалко людей, потому что они мечутся, не могут никуда обратиться, погибают. И о помощи негде получить людям. Ну негде вообще. В соседних регионах Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской областях инфекционные отделения включили в перечень медучреждений, которые попадают под постановление правительства. Есть в этом списке и отделения Барнаула. А вот про инфекционку Наукограда, где принимают не только бейчан, но и жителей соседних районов, в Министерстве здравоохранения региона почему-то забыли. Дело даже дошло до суда, и решение было не в пользу работников. Руководство ЦГБ, которое, по сути, должно защищать права своих сотрудников, было настроено против них. А руководство наше говорит, что мы просто наблюдаем за ними в окно, смотрим, что за пациентами, ни кровь не берем, ни первую помощь не оказываем. Просто ждем анализа, положительная или отрицательная, а затем переводим в госпиталь, либо в другую больницу какую-то, что мы не работаем с этими пациентами. А якобы пациент поступил в его? Да, мы просто за ними наблюдаем, да, как они у нас умирают, наверное, вот за этим мы наблюдаем. Так руководство на суде, по крайней мере, так они сказали, когда судились с ними. Сейчас основная часть заболевших, в том числе и с коронавирусом, в инфекционное отделение поступает в вечернее и ночное время. Так что к чему приведет отказ от дежурства врачей, догадаться несложно. Минздрав уже отреагировал на вызов врачей. Ответ лаконичен. Выплат нет, так как больница Бийска не ковидный госпиталь. В настоящее время в Минздраве рассматривается возможность развертывания на базе этого лечебного учреждения ковидного госпиталя. В этом случае медики будут получать фиксированные доплаты в рамках 484-го постановления правительства России. Согласно ему полагается 80 тысяч рублей врачам, 50 среднему медицинскому персоналу, 25 младшему. А между тем у персонала инфекционного отделения Словгородской больницы та же проблема, хотя ежедневно сотрудники сталкиваются с больными коронавирусом. В госпитале нету мест ни в Словгородском, ни в ближайших. Они максимум 2-3 человека забирают в день. И получается эти люди лежат все у нас в инфекционном отделении. С лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией условий нету. Мы же считаемся не госпиталем, хотя у нас есть красная зона, зеленая зона. Жалобу мы писали и в Минздрав Алтайского края, и в прокуратуру, и на сайт президента. Как бы все молчат. А вот главврачи ковидных госпиталей в Бийске и Славгороде в общении с губернатором заявили, что у них нет проблем с выплатами. Их всегда выдают вовремя. Виктор Томенко интересовался также, как проходит лечение тяжелых пациентов и хватает ли в госпиталях лекарств. Губернатору провели видеоэкскурсию по госпиталям, а он поблагодарил всех, кто спасает жизни от коронавируса. Кстати, стало известно, что в следующем году по сравнению с этим расходы краевого бюджета на здравоохранение должны вырасти на 100 миллионов рублей. Их общая сумма составит 8,5 миллиардов рублей. А между тем, медперсоналу Новоалтайска заметно урезали ставку, кому не нравится – на выход или на работу в ковидный госпиталь, если места будут. В таком положении оказались сотрудники отделения реабилитации. На днях медики подписали документ о переводе их на две трети ставки, причем задним числом. Валентина Аскерова продолжит. Вход разрешен, но только ремонтным бригадам. Отделение реабилитации не работает с апреля. Эти полгода медсестры и садитарки были при деле. На посылках специалистов ковидного госпиталя работали за мрот. На днях их ставку урезали, причем задним числом. 15 октября нас пригласили в отдел кадров и показали приказ, что с 1 октября мы находимся на две трети. Хотя у нас санитарочки ходили в Белоярскую больницу, отмывали там после ковида поликлинику. Мы находились на рабочем месте. В выходные дни выходили в семиэтажку, готовили госпиталь. Две третьих – это три тысячи в месяц, посчитал медперсонал. Документы о переводе на такую зарплату подписали все 30 сотрудников реабилитационного центра. Но говорить на камеру осмелилась только Ирина. И она переживает не столько за себя и свою семью. У нее двое детей, сколько за пациентов. Ладно, ковид, но есть же и травмы. Здесь разрабатывались травмы тяжелые, и хондрозы постоянные, дети от невропатологов. Оставили просто людей без медпомощи. Медперсоналу, конечно, предложили альтернативу – работу в ковидном госпитале. Конечно. И поликлиническое звено есть. Кто из них пошел работать в регистратуру? А в регистратуре все девочки позаболели. Это работа, за которую платят деньги. А сетете ничего не делать, им хоть получать деньги, это немножко другое, правда? И начинается вот нас, вот там задним числом. Вот это я комментировать вообще не буду. На защиту медиков и в целом за доступность медпомощи в Новоалтайске вновь выходят местные депутаты. А их обращение к губернатору становится только больше. Наш город, где проживает около 80 тысяч населения, лишили станции скорой помощи, единственного роддома, а также единственной больницы. Ситуация, которая сегодня сложилась, на данный момент, кроме как геноцида, я повторю, это больше никак не назовешь. На что главный врач больницы отвечает, сейчас под вопросом сама плановая помощь. Если сейчас ее не ограничить, то пандемия может длиться еще долго. Но как за это время не навредить остальным пациентам и не растерять сотрудников, никто не может ответить. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Больше полугода не видеть своих родных и близких, забыть, что такое привычная жизнь и простые человеческие радости. Наш следующий видеосюжет о врачах, которые ежедневно борются за жизни ковидных пациентов, находясь на передовой. Сейчас у каждого доктора, наверное, в среднем по 8 пациентов. И вот ты уходишь постоянно от одного к другому, от одного к другому, от одного к другому. Заведующий сказал, что будьте готовы, потому что внезапно может приступить звонок, чтобы вы быстро приезжали из дома и пойдете в зону. То есть составили первый список того, кто, так сказать, кого не жалко, то есть у кого меньше всего детей, у кого кто самый молодой. После 6 часов в реанимации бумажная работа в зеленой зоне. В начале апреля Александра и Олега срочно вызвали на дежурство. Так молодые врачи оказались в красной зоне с ковидными пациентами. При этом Александр вообще еще был студентом меда. Летом окончил университет и поступил в ординатуру. Полгода парни не видели близких. Живут они в санатории для ковидных врачей. Сейчас вообще полгода уже точно я живу один. Есть девушка, с которой мы пока живем. Ну, она тоже, как бы, она работает. Ну, получается, что мы уже, наверное, ну, видимся через шокбал, по телефону, по ватсапу общаемся. Это на протяжении какого времени? Ну, получается, 4 апреля. В кинотеатры, допустим, хочется ходить в кино. Кинотеатры не работают. На фудкорте посидеть с друзьями. Да просто с друзьями повидаться сейчас проблема, потому что я не могу с ними физически повидаться. После смены в красной зоне следы от маски держатся еще несколько часов. Наталья – медсестра. Работает в этой больнице уже 13 лет. С апреля с ковидными пациентами. Дома осталась пятилетняя дочь. Больше полугода Наталья общается с ней только по телефону. Через шокбал у меня перемахивались, переезжали, и все, и... Вот, ну ничего, удерживает, спрашивает, когда ты домой придешь, когда ты вообще явишься, скучаю. А когда действительно? А мы не знаем. На этот вопрос действительно сложно ответить. Вторая волна коронавируса подбрасывает слишком много тяжелых пациентов. С каждым днем их все больше и больше. Какой-то антирекорд был. То есть за дневную смену, то есть за 6 часов у нас реанимация погибла. Только на нашем этаже около 5 человек. Иногда бывает, что обнадежишь случайно. То есть скажешь, что какой-то шанс есть того, что пациент поправится. Но, к сожалению, этого не происходит. Наталья говорит, из ее отделения уже переболел весь персонал. Девушка пока держится. У меня вот даже бабушка. Делга, говорит, береза, говорит, нюхай на всякий случай. Во время днях леры она выручала. Только в этой больнице каждый день используют по 420 комплектов защиты. Это костюм, очки, бахилы, перчатки. Для сравнения, весной уходило всего 100 комплектов. В месяц здесь тратят 200 литров антисептика. На днях фонд социального содействия Александра Прокопьева предоставил в госпиталь антисептики 25 тысяч штук. Это 2,5 тысячи литров. Мы просто купаемся в них уже. Снимаем с себя что-то, опять руки погружаем. Снимаем с себя что-то, опять руки погружаем. И когда выходим из шлюза, уже руки обрабатываем спиртом, идем в душ, вымываемся, переходим в чистую зону. Кульса от корнева в красной зоне не работает, зато каждый день распределяет до 150 передатчик для пациентов. А еще отвечает на десятки звонков, когда надо узнать, в каком отделении лежит человек. За себя женщина не боится. Говорит, сейчас нужно разгрузить врачей. Ведь если они выпадут из строя, людей просто некому будет лечить. Маску, маску, маску одевает, перчатка. Почаще руки мыть. К сожалению, этими простыми правилами многие до сих пор пренебрегают, пока коронавирус не коснется их семьи. А надо лишь надеть маску, выйдя из дома, чтобы эти врачи смогли как можно скорее обнять своих близких. Шесть часов в зоне, шесть часов отдыхаешь. Вот за это время шесть часов сидишь у компьютера, готовишься к занятиям, потом заходишь в зону, работаешь, выходишь, опять готовишься, чуть-чуть спишь. И мне легче, чем людям там. Просто, которые там люди находятся, и вы, которые даже просто на кислороде находятся, в обычных отделениях, тяжелее сейчас. Самое сложное, наверное, в работе, это для меня лично. Когда мне приходится сообщать о гибели, там, мужа, жены, бабушки, там, брата, то они начинают рыдать мне в трубку, и у меня самого, то есть, так же ком в горле скапливается. Смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что, как бы, не видно, когда с окошка смотришь, и папа там молодой человек, то есть лет сорока, кричит, дорогая, живи. А ребенок в 7 лет стоит на коленках и молится, просто плачет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. 60 тысяч рублей меньше, чем за неделю. Такую сумму уже собрали на реабилитацию главы Первомайского района Александра Иванова. Его друзья объявили о сборе из-за последствий тяжелой черепно-мозговой травмы и двухнедельной комы. На текущий момент человек из нашей инициативной группы подыскивает то медицинское учреждение, которое сможет провести его реабилитацию. И как только врачи наши скажут, что его можно транспортировать, мы сразу заключим необходимый договор с этим центром. Сейчас Иванов переведен из реабилитации в общую палату, но ему требуется физическая и речевая реабилитация. Друзья главы рассчитывают на поддержку целой армии бойцов студенческих отрядов. До Первомайского района Александр Иванов руководил краевым штабом РСО. К другим темам. «Тотальный диктант 2020» прошел в онлайн. Международная просветительская акция с многолетней историей впервые сменила формат. Но островки оффлайна все же остались. В Алтайском крае их было всего два. Ближайшие в Новоалтайске. Даже в пандемии участники собрали целый класс любителей грамотности. «Я думала, я не успею. Мы уже поехали на автобусе. Вот без пяти три прям я уже буквально к вокзалу подъезжала». Елена пишет «Тотальный диктант» всего второй раз. Но для нее это уже традиция. Ради нее даже чуть задержали начало акции. К своим участникам здесь относятся с заботой. Тем более таких оффлайн площадок диктанта в 2020-м было всего две в крае. Приветствие по сети. Впрочем, авторы так делают ежегодно. А вот онлайн-участники – новинка. Из-за пандемии большинство диктант писали дома. К 2010 году акции присоединились больше 200 тысяч человек из 80 стран. Тема 2020-му соответствует. Это космос о жизни Константина Циолковского, основоположника советской космонавтики. Кстати, сам текст специально усложняли причастными оборотами, вводными конструкциями. Выдержать атаку грамотности пришли люди разных возрастов. Мне захотелось попробовать свои силы, проверить, насколько вообще я знаю русский язык. И мне кажется, что это хорошее дополнение к школьной программе. Кстати, организаторы считают, что оффлайн-формат в этом году даже на пользу акции – это вызов участникам. В этом году есть онлайн-режим традиционный. И есть такая форма, как пишем дома, когда участники могут получить ручку и бланк, пойти домой и со слов диктора записать на бланке свой текст, принести на проверку сюда, к нам, на площадку. Из-за нас так хорошо исправляют ошибки различные редакторы, что мы уже не остаемся один на один с бумагой. Есть возможность проверить себя, свои силы, свое знание русского языка. Ну, это вообще-то интересно, это хорошая атмосфера, и это очень исполучает людей. Свою оценку участники узнают 31 октября. Впрочем, на этом акция для постоянных участников не заканчивается. Говорят, теперь чаще видят ошибки – и свои, и чужие. Во всяких отзывах, комментариях коробит буквально от ошибок, которые появляются у всякого рода комментаторов. Никита Ирмаков, Николай Шилко. День с толком. В Барнауле состоялся первый выпуск актеров-кукольников. В Краевой столице завершился трехгазичный курс, какими навыками овладели некогда драматические артисты и какой спектакль представили членам экзаменационной комиссии, знает Мария Микшута. Берегись ведра, оно может тебя раздавить. А уж если попадешь в него, так скорее выскакивай. На сцене театра «Кукол сказка» за один вечер показали сразу три премьеры. Этот спектакль для детей и взрослых – дипломная работа актеров-кукольников. Познать азы профессии кукольника, конечно, это необычно, потому что это другой динамический стереотип поведения на сцене, когда ты не из себя вояешь, а из неживой материи, из чего-то другого. Когда ты являешься не главным, а проводником для того, чтобы оживить неживое. Это родовое отличие театра «Кукол» от других видов. Все артисты Барнаульской сказки – драматические актеры. Кукольников в России готовят лишь пара вузов. Переподготовкой наших артистов занимались новосибирцы. Студенты улучшали сцен речь, проходили тренинги, например, как управлять куклой, при этом не уставать, и изучали историю. Петрушечный театр – это истоки, это, пожалуй, один из самых мощных пластов, которые я вообще не знала. Ну, и для того, чтобы его познать, надо в него туда окунуться, надо взять эти две куклы в руки, надо их скоординировать, надо узнать эту историю. И вот, как мне кажется, что это, конечно, было одним из самых мощных моментов обучения. Все это время надо делать от простого к сложному. Например, если сначала делать можно гитары, то в какой-то определенный момент времени мы начинаем уже людям показывать, что это у нас есть нога. Для этого динамика появляется еще и голову. Теперь я брошка подумала, что польная игла. Я всегда знала, что займу высокое положение. Сказка об игле, жабе, оловянный солдатик. Дипломную работу выпускники защитили под аплодисменты. Переподготовку прошли в первую очередь молодые актеры – 9 человек. Спектакль планируют внести в репертуар. А вот посмотреть сказку юные зрители смогут лишь, когда театр переедет в новое здание. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова